Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео я хочу с вами поделиться результатами выращивания Эводи и Даниеля. Прошел сегодня 8 число, посаженного на 8 февраля семенами. Сегодня 8 марта. Прошел ровно месяц с того момента, как я их посадил. И сейчас, на данный момент, у меня взошло всего два семечка из 270 посеянных, по-моему, 270. Есть видео, в котором я рассказываю, показываю, таким образом я их сеял. Ссылку оставлю в подсказках в описании. Сейчас давайте посмотрим, какие результаты за месяц выращивания Эводи и Даниеля. Вот мы видим с вами контейнер, в котором посеяно уже за счет того, что влажность достаточно большая, уже появился в некоторых местах, видно, мох. И вот два семечка, зашедшие, которые зашли из 270. Остальные семена, никаких признаков схожести не проявляют. То есть процент схожести у меня получился очень низкий. И допустим, если взять эти два, то они зашли практически сразу, буквально, наверное, на третий, на четвертый день. То есть быстро они зашли очень. И вот они уже такие за месяц вымахали. То остальные вообще никаких признаков схожести в принципе не проявляют. То есть даже зачатков нету того, что они сходят. Нету. Что очень странно. Мне говорили, конечно, про низкую схожесть семян Эводи и Даниеля. Но чтобы настолько низкую, я, честно говоря, не предполагал. Вот мы с вами посмотрели итоги выращивания Эводи и Даниеля. Какие результаты получились у меня. Я не знаю. Я впервые выращиваю Эводи и Даниеля. Для меня это, конечно, несколько удивительно. Такая низкая схожесть семян. И мне даже интересно, почему. Какие причины такой низкой схожести семян именно Эводи и Даниеля. Это получается, что нужно, я не знаю, сотни тысяч семян сеять, чтобы получить какие-то результаты. При этом самое интересное, я понимаю бы, ну вообще бы не взошли. Но при этом из 270 семян два прекрасно взошли. Две семечки прекрасно развиваются. То есть это именно, видимо, я предполагаю, особенность именно Эводи и Даниеля, что не все семена у нее, скажем так, имеют схожесть. Остальные это то ли пустые, то ли позже взойдут. Я не знаю, честно говоря, сколько еще можно ждать и стоит ли есть смысл дальше ждать прорастания остальных семян. Что вы думаете об этом? Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение на этот счет. Выращивали ли вы Эводи и Даниеля? Какие у вас результаты получились? Возможно, что-то я сделал не так. Возможно, у Эводи и Даниеля надо какие-то именно специфические особенности применить и какие-то технические приемы, которые позволят повысить схожесть семян. Я использовал те приемы агротехнические, которыми пользовался до этого и которые мне были известны. Возможно, есть еще что-то. Возможно, есть то, что я опустил. Если вы выращивали и у вас есть какой-то опыт по выращиванию, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно почитать ваше мнение. Но на этом все. Если вам понравилось видео, нажимайте мне нравится. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, выбирайте все уведомления, чтобы получать все уведомления о выходе новых видео на этом канале. До встречи в новых видео. Пока. Сейчас я эти 2 саженца, 2 сеянца, проросшую воду пересаживаю. Для этого подготовил вот такие вот пакеты. Объем 1,2 литра. Я уже сюда добавил Микоризу. Я сюда добавил HB-101 и немножечко увлажнил. Вот в эти 2. Здесь у меня получается 2. Я буду пересаживать. Я пересадил. Прошли примерно. Ну, ночь прошла. Так это вот она выглядит. Все хорошо. Будем дальше наблюдать, как она развивается, растет. Здесь рядышком у меня пересаж на поглубе.